Улучшить свое материальное положение женщина решила 14 марта. Прошла регистрацию на сайте и вскоре познакомилась с финансовыми аналитиками. Зарегистрировалась, тут следом как бы некоторое время прошло, и мне начали названивать. И пошло-поехало, голоса конечно проникновенные, очень как бы красиво все рассказывают. А что предлагал портал? Чем он вас заинтересовал? Он заинтересовал тем, что с малых сумм можно начать уже зарабатывать. И как бы в дальнейшем обучение идет, ну в общем как бы интересно. То есть они вам предлагали инвестировать деньги в какие-то проекты? Да. Жительница заводского района внесла 35 тысяч рублей. Прибыль якобы поступила на карту, но вот почему-то вывести их со счета не получалось. Он мне начал говорить, что есть портфель товарно-сырьевой, рынок, и вот от этого вот там надо 550 тысяч, и вот это пойдет работать, мы сейчас на этом хорошо заработаем. Я так поняла, что мы заработали неплохо. Как он говорит, все это он, все хорошо, но это в долларах. Потом он забрал эти деньги с Центрального банка, потому что Центральный банк тоже не отдавал, и он перевел их в криптовалюту. И потом с этой криптовалютой еще пошло выкачивание денег. Я уже просто все, я, получается, что я заработала деньги, и эти деньги, как он говорит, зависли, где криптовалюта, на холодный кошелек какой-то, что-то такое вот. С марта по апрель пенсионерка перевела по совету неизвестных более 800 тысяч рублей. Прибыль так и не получила, а потому отправилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полиция призывает, будьте бдительны в общении с незнакомцами. Помните, что главная цель злоумышленников – заманить вас в ловушку выгодным предложением. Не верьте в легкую и быструю прибыль. Не совершайте никаких финансовых операций по указанию посторонних лиц. Не переводите денежные средства на неизвестные счета и номера телефонов. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов. Продолжение следует...